Мы никого не можем судить, ты не можешь судить меня, и я не могу судить тебя. Я думаю, в конце концов, мы все отправимся на небеса, и у каждого там есть свои места. Хорошо. Так что ладно. У меня есть два момента, которые я хочу прояснить. Можешь подойти немного сюда? Извини, можешь дать им немного места? Когда ты говоришь «судить», что ты имеешь в виду, говоря, что «ты не можешь судить меня, и я не могу судить тебя»? Что для тебя значит «судить»? Что это означает? Ну, ты знаешь, несколько дней назад у нас был разговор с кем-то из христианской религии. И у нее было другое мнение по этому поводу. Да. О том, кто попадет на небеса. Конечно. И она такая «нет, только христиане попадут на небеса». И я такая «нет, потому что в конце концов мы все люди». Хорошо. Так что это то, что ты подразумеваешь подсудить, когда ты говоришь, что «я не могу судить», и ты не можешь судить. Это то, что ты имеешь в виду? Да. Ты имеешь в виду, что никто не может говорить, что кто-то не попадет на небеса. Это по сути то, что ты говоришь, верно? Да. Ладно, что такое небеса? Рай. Так что я задам тебе несколько основных вопросов. что такое рай? Что это такое? Я просто говорю, что я хочу сказать, что неважно, во что ты веришь, мусульманин ты или христианин. Я знаю, я понимаю. В конце концов, мы все люди, и мы все одинаковые. Смотри, я пытаюсь посмотреть на вещи по-другому. Я понимаю, что ты говоришь на сто процентов. Я просто пытаюсь заставить тебя увидеть вещи с другой точки зрения. Например, у меня есть дом, хорошо? Допустим, у меня есть дом, хорошо? Кто решает, кто может войти в мой дом? Только ты? Я. Кто создал рай? Бог. Бог. Так кто решает, кто войдет в рай на небеса? Бог. Отлично. Так что мы согласились. Да-да. Это единственное, что я пытаюсь сказать, хорошо? Да-да, конечно. Так что это не для меня, не для нее, не для кого-то другого решать. Это для Бога. Теперь, как нам узнать, кому Бог позволит войти в рай на небеса, а кого Бог отправит в ад? Откуда нам это узнать? Мы не знаем. А-а-а. Видишь? Но мое мнение, я просто пыталась объяснить, я не была того же мнения, что и она. Она была просто... Да-да, я понимаю. Потому что я верю в Бога, и я христианка. Понимаю. Но я говорю, в конце концов, мы все люди, и мы все одинаковые. Конечно. Смотри, я все время дискутирую с христианами. Поверь. Но все, что я говорю, это... Смотри. У нас есть Бог. И Бог посылает откровения. Откровения — это слова Божьи. Он говорит в них, произойдет то и произойдет это. Поэтому, когда я спрашиваю тебя, например, кому Бог позволит отправиться на небеса? Единственный способ, который мы можем узнать — это через его откровения. Так что откровение должно быть определяющим фактором в суждении того, кто войдет на небеса, а кто нет. Теперь она христианка. А в христианстве есть некто по имени Павел. Думаю, ты хорошо знакома с Павлом. Он написал много книг в Новом Завете, как утверждается. И в одной из этих книг Павел говорит, что спасение — только в вере, смерти и воскресении Иисуса Христа. Поэтому она использовала этот стих и говорит, поэтому я считаю, что войдут только христиане. И я думаю, что это весомый аргумент для нее. Но я все равно скажу, что Павел не Бог. Да. И я не доверяю Павлу. Я имею в виду, что вы не должны доверять Павлу. Да-да-да. Но я говорю, что с точки зрения ее мировоззрения... Да. Я понимаю, почему он это говорит. Да-да, конечно. Но мы оба должны быть реалистами. Так что, когда ты говоришь, что ты христианка... Потому что для меня ты кажешься не совсем обычной христианкой с точки зрения обычного христианского определения. Так что, когда ты говоришь, что ты христианка, что ты имеешь в виду? Как ты определяешь свое христианство? Что это? Нет, это просто то, как мы выросли. Это просто говорит о том, что у нас все разные религии. Да-да. Но да, мы верим в Бога. Конечно. Ладно, давай посмотрим, с чем мы согласны. Хорошо? Ты веришь, что Бог — это человек? Бог, который создал все в мире. Ты веришь, что он является мужчиной или женщиной или человеком? Смотри, мы в это не видим. Поэтому я спрошу тебя, почему ты веришь, что Бог — это человек? Когда ты человек и я человек, почему бы тогда нам не поклоняться ей или ему или случайному парню, если Бог — это человек? Не спрашивай меня об этом. Почему? Я просто пытаюсь... Я пытаюсь заставить тебя задуматься об этом. Итак, мы говорим, что Бог не может и не является человеком по нескольким причинам. Я назову тебе очень простые причины. Люди не существовали вечно, верно? Была отправная точка, когда люди появились. До этого была Вселенная. Если люди были Богом, то кто создал Вселенную до того, как люди вообще появились? И кто их создал? Люди слабые, они неполноценны, верно? Они не способны создать эту Вселенную. И они умирают. Есть только определенный момент времени, который они могут жить, и затем они все умирают, верно? Мы даже не можем остановить собственный смерть, не говоря уже о том, чтобы влиять на жизнь других людей. Вот почему Бог не может быть человеком. И мы, мусульмане, мы верим в Иисуса, мир ему, как тебе говорил мой брат. Но мы знаем, что Иисус не был Богом, потому что люди не являются Богом. Но что еще важнее, Иисус никогда не говорил, что я Бог. Вы говорите по-португальски или испански? На каком? Португальском. Португальском. Я был прав. Ладно, хорошо. Как ты узнал? Я просто узнал, что вы португальцы. Так что, если ты говоришь по-португальски, вы говорите «део» или «деос». Какой из них? «Деос». «Деос», верно? Так что Иисус никогда не называл себя «деос», когда Он ходил по земле. Ты, вероятно, также читала Библию на Своем языке. Он не говорил этого, но Он сказал, что у Него есть Бог. В Библии написано, в Луке 6, 12, Иисус пошел и помолился Богу. Так что, если ты молишься Богу, ты не можешь быть Богом, верно? Ты молишься Богу, верно? Потому что Он был создан Богом, и Бог послал Его. Все, что сказал Иисус, это «Я был послан Богом, и Бог послал меня. И я говорю вам поклоняться только одному Богу». И ты говорила про рай, небеса, верно? Так что способ, которым ты можешь достичь вечной жизни, царство небесного, рая, какие бы он названия не использовал, все это описание для одного и того же, для рая. Путь достижения этого таков. Следуйте за Мной. Следуйте повелениям, которые Бог послал вам. Поклоняйтесь только одному Богу и повинуйтесь Богу, верно? Будьте добры к своим родителям, своим соседям и все такое. Верьте в Меня и следуйте за Мной. Вот как ты достигаешь рая. То, что говорил Иисус, то же самое сказал Моисей. Да, то, что сказал Моисей, то же самое сказал порок Мухаммед. «Мир им всем и богословение Аллаха». Он сказал то же самое, хорошо? Что есть только один Бог, достойный поклонения. И что Бог послал Меня, и я посланник этого Бога. Поклоняйтесь только одному Богу. Не поклоняйтесь людям. И следуйте за Мной. Таково было послание всех посланников Бога. Так что с этой точки зрения все посланники были одинаковыми. Но затем люди изменили религию. Люди начали говорить, нет, Бог на самом деле не один, но есть Отец, Сын и Святой Дух. Отец не является Сыном, Сын и Святой Дух, но Сын и Отец одно. Но Отец главнее Сына. И тогда люди начали путаться, верно? О чем вы говорите? Так что люди и церковь ввели много вещей. Так же после того, как Моисей покинул этот мир, в иудаизме раввины изменили много вещей в религии. Так что это то же самое. Вот почему Аллах, когда Он послал Пророка Мухаммада, Аллах сделал так, чтобы вернуть людей на прямой путь. Это способ сохранения религии. Так что с Кораном, например, вы знаете, мы запоминаем Коран от начала до конца, от корки до корки. Мусульмане запоминают Коран наизусть. Миллионы мусульман. Миллионы мусульман делают это. И таким образом никто не может изменить его. Никто не может добавить к нему. И никто не может ничего убрать из него, верно? Так что это метод сохранения религии Бога. И теперь вопрос в следующем. Если кто-то верит, это вопрос к тебе. Если кто-то верит, что это нормально пойти и, скажем, убить кого-то или сделать что-то плохое, ты скажешь, что это в порядке, они могут в это верить. Или кто-то говорит, что я верю в сатанизм, и я собираюсь принести людей в жертву сатане. Я собираюсь похитить их и принести их в жертву сатане. Ты бы сказала, что эти люди тоже попадут на небеса, потому что они такие же люди, как мы. Нет. Верно. Так что есть люди, которые попадут в рай, а есть люди, которые не попадут в рай, верно? Да. Так что мы, мусульмане, говорим, чтобы узнать, кто попадет в рай, а кто нет, нам нужно откровение Бога. Так что мы верим, что если ты жил во времена Иисуса, мир ему, ты не можешь попасть в рай, если только не уверуешь в Иисуса и не последуешь за ним, и не выполнишь заповеди, поклоняясь только одному Богу, которому он поклонился, Богу Иисуса, верно? Если ты сделаешь это, то ты попадешь в рай. Если ты жил во времена Моисея, то же самое. Мы говорим, что сегодня, во времена последнего пророка Мухаммада, то же самое. Но если сегодня кто-то говорит, что я не верю в пророка Мухаммада, и я не буду следовать учениям Бога в Коране, как ты думаешь, этот человек попадёт в рай? Нет. Хорошо. Значит, мы согласны. Так почему же этот человек не попадёт в рай? Не потому, что я думаю, что этот человек не попадёт в рай. Это потому, что Бог посылает посланника, и он приносит сообщение, сообщение от Бога. Так что это не человек, это Бог говорит тебе, «Если ты не последуешь этому, ты ослушаешься меня. Ты не поклоняешься мне. Ты отвергаешь моих посланников. Ты отвергаешь меня». Верно? Если ты не следуешь моим заповедям, тогда почему ты здесь? Мы были созданы по определенной причине, верно? Да. Так что если человек верит в Коран, пророку Мухаммада и следует за ним, подобно тому, как он сделал бы, если бы жил во времена Иисуса, то последовал бы за Иисусом или Моисеем и делал все возможное, потому что никто не идеален». Да, конечно. И ислам не говорит тебе быть идеальным и делать все идеально, но иногда мы делаем столько, сколько можем. И через это ты достигаешь рая. Так что если ты веришь в то, что говоришь мне, ты веришь в то, во что верят мусульмане. Ты делаешь это. Потому что если ты пойдешь в мечеть и скажешь, что «Я верю, что Иисус пророк Бога и Мухаммад пророк Бога», и каждый, кто следует учению Корана и следует за пророком Мухаммадом и за пророками Бога, он попадет в рай. Так что они скажут тебе «Добро пожаловать, сестра, где ты была?» Да-да. Так что они воспримут тебя как мусульманку. Но если ты пойдешь в церковь и скажешь, что «Я верю, что пророк Мухаммад пророк Бога», они выгонят тебя. Да-да. Да, если ты пойдешь в синагогу, они скажут тебе «У нас нет такого, уходи». И даже если ты пойдешь в индуистский храм, они не поймут. Так что то, во что ты веришь прямо сейчас, это то, во что верят мусульмане. Мы бы считали твою веру мусульманской верой. Так почему бы тебе не сделать этот шаг и на самом деле следовать исламу в своей жизни? Знаешь, способ принятия ислама, это называется жахада. Ты свидетельствуешь, хорошо, что нет никого достойного в поклонении, кроме Бога, Аллаха. И ты уже веришь в это, верно? Мы не должны поклоняться ничему, кроме одного Бога, верно? Да. И ты свидетельствуешь, что пророк Мухаммад – его посланник. И ты уже принимаешь это. Ты веришь в это. Так что если ты скажешь то, что называется жахада, ты станешь мусульманкой. Так что на самом деле мешает тебе сделать это? И тебе тоже. Сделать этот шаг и принять ислам. Потому что, слушайте, ислам – это единая семейная община. Да. Мы верим в настоящее братство и сестринство, а не только на словах. Для меня мой брат в исламе даже ближе, чем мой брат по крови. Братство в исламе ближе, чем кровь, хорошо? Да. Аллах говорит в Коране «Инна маль му'минуна ихуа» «Воистину верующие братья». Вот как мы видим это в исламе. Вот почему ты видишь, что ислам – это самое большое сообщество, чем где-либо еще в мире, верно? И люди начинают даже завидовать этому. Есть люди, которые принимают ислам только по этой причине. Потому что они видят, что там истинное братство и сестринство. И мы стараемся помогать друг другу достичь этой цели. Что это за цель? Это загробная жизнь, рай, небеса, о котором ты говорил с самого начала, верно? Мы уже прошли полный круг и вернулись. Поэтому мы пытаемся достичь этого, верно? И когда вокруг тебя есть люди, у которых то же самое понимание, тот же менталитет, и вы напоминаете друг другу, верно? Пришло время молитвы. Нам нужно помолиться, верно? Нужно помочь этому человеку. Сделать благотворительность, поддержка, верно? У меня есть подруга, которой нужна помощь. Давайте все вместе поможем ей. И это то, почему Бог поместил нас на эту землю. Чтобы испытать нас и увидеть, как мы делаем это добро. И увидеть нас в этом единстве. Так почему бы вам обоим не стать частью этого? Примите ислам. Вы оба. Может быть, однажды? Да, иншалла. Так что дело в том... Нет, здесь... Дело в том, смотрите. Смотрите. Мы верим, как мусульмане. Что важнее, Бог говорит нам, что эта жизнь – это испытание, в котором мы находимся. И не будет другого испытания. И нет другой жизни. Другая жизнь – это уже вечная жизнь после смерти. Так что в этой жизни ты не можешь выбирать, верить ли в то или это. Это ответственность. Например, если это жизнь – испытание, это как будто у тебя есть билет на экзамене, заполненный ответами. Представь, что ты идешь к профессору, и когда ты уже отдала свой билет, и в последний момент ты хочешь изменить ответы, но уже поздно, время вышло. Вот твоя степень. Таков результат твоих решений. Такова эта жизнь. Подумай об этом. У нас ограниченное время. И правильный ответ в том, будем ли мы повиноваться тому, чему научил нас Бог, делать добро, или мы будем ослушаться и делать зло. И как только мы умрем, этот листок бумаги забирается. Потому что Аллах говорит в Коране, что люди хотят вернуться. Они скажут, «О, наш Господь, дай нам еще один шанс, и мы сделаем все правильно и уверуем». Аллах скажет, «Уже поздно. Ты уже здесь. У тебя было так много шансов. Люди рассказывали тебе обо мне. Я давал тебе знаки постоянно. Почему ты не последовала за мной? Я давал тебе пропитание. Я обеспечивал тебя. Ты дышишь. Ты счастлива. У тебя есть хороший друг. Все это. Так что же останавливало тебя быть благодарной? И единственный способ, которым ты можешь быть благодарной, это действительно повиноваться Богу. Да. Я не могу сказать, что я благодарен, но я собираюсь игнорировать все, что повелел мне Бог. Верно. Так что не откладывай этой, сестра. В конце концов, я лишь призываю вас, но это ваш выбор и решение. Если вы чувствуете, что хотите стать мусульманкой, вы можете прийти в любое время. У нас много сестер, которые, по сути, помогут тебе и обучат тебя, потому что есть много новообращенных мусульман и мусульманок. Они ответят на все ваши основные вопросы. Что тебе нужно делать, как молиться и все такое. Но это важно, сестра. Знай, ты уже веришь в Бога. Аллах говорит тебе поторопиться с поклонением Богу, поторопиться к прощению Бога. Единственный способ убедиться в этом – следовать за повелениями, которые исходят от Него. Имеет смысл? Да, это имеет смысл. Есть ко мне вопросы? Хотите португальский перевод Корана или что-то в этом роде? Я не знаю, есть ли он здесь или нет. Нет-нет. Вы уверены? Хорошо. Просто подумайте о том, что я сказал. Вы можете прийти в любое время, если у вас есть какие-либо вопросы. Приятно было поговорить с вами обоими. Как мне правильно говорить по исламу? Богословит тебя Бог? Да, можешь так сказать. Но если ты хочешь сказать «до свидания», ты можешь сказать «ассаляму алейкум». Ассаляму алейкум? Да. А что значит «ва алейкум ассалям»? «В алейкум ассалям» – это ответ. Понятно? Так что «ассаляму алейкум» – это мир тебе. «В алейкум ассалям» – и тебе тоже. Мы говорим так. Хорошего тебе дня. Благодарю. Пока. Увидимся. Вы хотите иметь больше денег, иметь дополнительный доход? Хотите чувствовать себя увереннее, особенно в непредсказуемых условиях или в случае потери работы? Хотите позволить себе больше отдыхать и путешествовать? Чувствовать себя опорой своей семьи и создать для них комфортную жизнь? Хотите совершить хадж или умру и создать садок аджария? Помогать людям и тем самым достигать довольства Всевышнего? Это возможно, даже если у вас нет свободного времени и миллионов. Вы не разбираетесь в финансах и не являетесь крупным бизнесменом. Любой может создать капитал, который будет кормить его и его семью. Для этого достаточно грамотно управлять своими деньгами и создать правильную доходную стратегию инвестирования. Мы вас научим разбираться, как не попасть в сомнительные инвестиционные истории или не стать жертвой мошенников. Вы научитесь отличать халяльные компании от харамных, как составить личную инвестиционную стратегию и как собрать прибыльный портфель. Все просто, и это может сделать каждый, даже не имея специального образования. Наш опыт говорит сам за себя. Мы уже 19 лет успешно работаем в сфере инвестиций. Мы первая школа в России, которая учит инвестировать по шариату. И мы не просто обещаем, а даем проверенные знания и решения. Бесплатные уроки, платный курс, эфиры со мной, личная работа. У вас есть выбор, как учиться и развиваться. Сотни людей уже изменили свою жизнь, создав халяльный доход. Многие, начиная с полного нуля, инвестируют даже от 1000 рублей. И сейчас собирают прибыльные портфели. Благодаря нам они теперь могут тратить больше времени на то, что им действительно важно и нужно. Семью, отдых, саморазвитие, поклонение и не беспокоиться о будущем. Хотите начать? Переходите по ссылке в описании. И регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. И уже через несколько шагов вы сможете начать изучать, как халяльно приумножить свои деньги, инвестируя в надежные компании. Вы узнаете, как создать стратегию с максимальной доходностью. И все это можно сделать просто с телефона. Не нужно дополнительного оборудования, десятки свободных часов и миллионы денег. Достаточно вашего желания изменить вашу жизнь. Ждем вас!